Всем доброго времени суток. Тема данного выпуска о тренде этого года, о майнинге. В этом видеоблоге я постараюсь рассказать и показать все, что мне известно. Если после просмотра останутся вопросы, задавайте их в группе ВК. А пока ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это первый выпуск и если тема также останется актуальной, продолжу и дальше делать выпуски. Заказываю все с Алиэкспресс, буду тестировать на разных картах. Для начала разберемся с железом. Собирать можно на том, что есть и можно заказать с Алиэкспресс, ибо в наличии почти ничего не осталось. Материнская плата Biostar TP61A на базе Socket 1155 с одним выходом PCI-Express 16 и пятью выходами PCI-Express 1. Процессор Intel Core i3-2100, выгодный процессор по цене и производительности. Оперативная память DDR3 с частотой 1600 МГц и памятью в 4 ГБ, и этого будет предостаточно. Кулер подойдет самый простой, и вот пример на подобный у меня есть обзор на канале. Также можно и запастись вот такими вентиляторами. При установке нескольких видеокарт можно регулировать циркуляцию. Ну и жесткий диск, а точнее твердотельный с памятью в 60 ГБ. Этого будет предостаточно. Синхронизатор для соединения двух блоков питания в один при условии нехватки мощности. Или вот такой блок питания, заточенный под видеокарты для биткоина. Райзер подназначен для подключения видеокарты с PCI-Express 1. Вот для чего и нужны столько выходов на материнской плате. А теперь о программе по добыче криптовалюты, и она называется NiceHash. Есть и другие, но это мне знакомо, и ею я пользовался. После того, как скачали, жмем настройки и вводим адрес вашего биткоин кошелька. А если у вас его нет, то смотрим далее. Сначала нужно запустить бенчмарк и далее старт, и программа сама начнет работать. Субтитры сделал DimaTorzok Регистрация кошелька очень простая. Переходим на сайт блокчейн, жмем SIGAN UP и следуем инструкциям системы. Рекомендую установить все виды защит в разделе «Центр безопасности». На этом регистрация завершена и программа готова для работы. Во время работы программы пользоваться компьютером будет некомфортно. Есть пару фишек для упрощения процедуры эксплуатации данной фермы. Кому интересно, могу помочь собрать еще дешевле по ссылкам с Алиэкспресс. Пишите в группе ВК. Теперь тесты с тем, что у меня было, а это GTX 650 Ti на 1 гигабайт. Вот вторая ферма, которую я собрал. Для тестов можно сказать. Эту видеокарту вы видели в моих распаковках. По ней на моем втором канале есть Full Refund. Она GTX 750 Ti на 2 гигабайта без дополнительного питания. Дальше жесткий диск на 250 гигабайт. Самый простой. Вот питание на 430 ватт. Буксовое охлаждение. Сокет материнской платы 1155. Сам процессор G820, по-моему. Две планки тоже временно поставил. Игровые на 1600. Тоже будут присутствовать на моих распаковках. И сама материнская плата от фирмы Asus. Модель. Модель что-то не помню, не видно. Ну, не суть важна. Тут у нас PCI Express 16 видеокарта стоит. Также PCI Express 1 есть 2 разъема свободных. В принципе, можно будет еще попробовать. Вот. Соединил все, в принципе, так. На картонке собрал. Интернет. Для интернета провод от своего роутера Кино. Вот он, кстати, и роутер. Вот. Ну, в принципе, запустил. В итоге, я от 50 до 60 центов в день при наличии 4 таких карт более 2 долларов в день. Теперь подведу итоги на старом железе или менее производительном. Майнить особого смысла нет. А вот если у вас GTX 1050 Ti на 4 гигабайта или более мощные карты, то с одной такой картой в день можно получить более 2 долларов. На этом мой видеоблог подошел к концу. На все товары и сайты ссылки есть в описании. Ну, а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.